друзья всем привет ну что сегодня творится на алиэкспрессе это распродажа премьера пока m3 pro 5g он же кстати говоря redmi note 10 5g вот у меня в руке абсолютно одни и те же спеки один и тот же корпус один и тот же дисплей также в нем нет широкоугольной камеры если что кстати говоря распаковка этого аппарата у меня есть на втором канале ссылка в описании переходите смотрите в общем то есть некие различия сейчас я вам покажу и они весомые слову говоря сейчас можно его купить получается официальная официальный стандарт 464 младшая модель получается china нас китай с доставкой до 12800 24 и с промокодом получается минус 756 до 10 долларов и того смотрите что получается у нас 149 долларов это у нас 10979 рублей или же 4089 гривен в общем то прекрасно принципе стоимости интересно что у нас про светочка желтый синий и черный там нет желтого там есть белая давать к посмотрим посмотрим по рассветочку у нас есть беленькие синенькие зелененькие и вот такой вот черный матовый цвет тоже должен сказать ну в общем то давайте сразу по различим и я сейчас попробую посмотрим по какой цене можно действительно купить заказать этот смартфон ссылки в описании будет на оба аппарата приходите смотрите успейте потому что распродажа будет всего два дня я так понимаю 12800 24 ну ладно у меня уже в корзине посмотрим что выйдет с ценой нет доступных купонов вот те здрасте мы скопировали промокод вставляем графу ставить промокод применить и получается двенадцать тысяч шестьдесят пять а чё это то что но я полазил посмотрел да ни хрена вот цена вот 12 тысяч рублей все по сути то и разница то валин так старт и а тут что-то тоже подорожала кто творят 13 тысяч рублей но нормально вообще слушайте цены меняется просто я вам скажу друзья моментально моментально окей давайте пойдем главную страницу далее товары redmi redmi но 10 5g посмотрим что у нас тут уже 13300 я просто в этом ну вы понимаете да вы писаете что творится но так это 464 официальный стандарт уже 12500 получается на полторы тысячи дороже окей а скоро времени будет презентация этого смартфона и думаю цена упадет ну в общем-то разница большая на полторы тысячи рублей тем не менее по спекам все одинаково и та же самая рамочка что и здесь посмотрите абсолютно тоже самое единственное различие это по задней крышке по рассветок по рассветкам задней крышки и немаловажно о по материалу задней крышки то есть по обработке задней крышки да там не спорю как давайте даже так а два аппарата позиционируется задними крышками я бы так сказал как тот допустим poco m3 pro как молодежная версия по раскрасочкам и по оформлению это более такая консервативная так скажем но здесь применено также пластик как и там пластик только он здесь матовый пластик смотрится бомбически красиво но сейчас не об этом о том что такое покрытие матовое она гораздо практичнее то есть на нем остаются тоже также отпечатки пальцев но они не липнут так как на глянцевой поверхности это во первых во вторых глянцевый пластик как допустим он там такой же как она redmi ноут 10 вот допустим не родину 10 до такой же глянцевый посмотреть какая разница там отражение вот это все естественно здесь отпечатки пальцев больше остаются больше грязи прилипает и здесь сразу видны царапины на матовой поверхности так царапины не будет видно вы скажете хрен с ним я одену чехол да согласен одеть чехол но опять-таки это не спасет от царапин то есть если вы одели чехол нацепили чехол носите телефон с чехлом попадает между чехлом задней крышкой мусор он там елозит елозит поэтому рекомендую обычно снимать хотя бы раз неделю там все это дело чистить и он расцарапает вам очень сильно заднюю крышку есть такое я вас не отговариваю от покупки по данной цене если вы хотели купить особенно там ребенку или как второй аппарат просто супер все отличная цена адекватная я думаю что они подняли до 13 с половиной тысяч рублей здесь специально чтобы не гасить продажи пока x3 про но стоит она подумать если вы хотите носить телефон без чехла вот именно вот так вот как основной смартфон я будут очень красивый аппарат очень рекомендую посмотреть оформление камер точно такой же если вы допустим переходим на м3 про давайте посмотрим на его оформление так по спекам это все то же самое вот обратите внимание раз два три камеры таких же также расположения то же самое примерно по фотоспышки вот тоже самое абсолютно такая же красная . просто такое же плоское стекло вы не смотрите что здесь выделено вот белая зона и темная зона она прямая абсолютно здесь нет никакой двухэтажности это все одна и та же площадь одна плоскость как и здесь просто они здесь нарисовали вот этот где пока название нарисовали такое оформление да и И я посмотрел видео, там пластик глянцевый, черная версия. Насчет желтый и синий пока ничего не знаю. Но если вы хотите классику, здесь матовый, там глянцевый. Вот такие различия. А так, в принципе, аппарат неплох. Сам по себе 700-ый у нас 7-нанометровый техпроцесс. Это у нас от Mediatek Domensity 700-ый серия процессор. 5G поддерживает сети у нас. Нет широкоугольной камеры. Давайте по минусам. Самые главные минусы этого смартфона, конкретно этого и этого. Самые главные минусы. То есть здесь 18 ватт зарядку поддерживает. Хоть облачок у него на 20 ватт в комплекте идет. Вот такое бывает. Далее. То, что у него нет широкоугольной камеры. Посредственная не очень камера фронтальная. Но при хорошем освещении дает очень хорошие снимки. Портретный режим у него не очень. Далее. Что еще? Основной модуль очень хороший. Даже неплохо. Для этой цены очень хорошо фотографирует. Но нет широкоугольной камеры, имейте в виду. Здесь не очень звук. То есть он ничем особо не выделяется. Это не такой звук хороший по сравнению с тем же Redmi Note 10 или Redmi Note 10S. На все аппараты есть у меня ссылки в описании. Переходите, смотрите. Касаемо этой модели. Пока есть возможность, берите. Потом он подорожает. В принципе, аппарат неплох. И за такие деньги глянцевый корпус доплевать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!